МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север, студия Василий Хатанзейский. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. За последнюю неделю сразу 7 человек умерли от COVID-19. Двое из них от госпитализации отказались. По данным на 21 октября, лечение от коронавирусной инфекции в регионе получают 220 человек. В Ненецком округе помимо обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан с 25 октября вводят в систему QR-кодов при посещении общественных мест. Альтернатива – отрицательный ПЦР-тест. В регионе завершается сезон дорожных, ремонтных работ и капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Остались последние штрихи. Эпидемиологическая ситуация в Ненецком автономном округе ухудшается. За последние сутки выявлено 18 новых случаев заболевания COVID-19. В настоящее время лечение от коронавирусной инфекции в условиях стационара и на дому получают 220 человек. Шестеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще у девяти пациентов Ненецкой окружной больницы болезнь протекает в тяжелом состоянии. Растет количество летальных исходов. На учете в Управлении Роспотребнадзора состоят более 1160 человек, близко контактировавших с заболевшими. Информацию об эпид-обстановке в регионе на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19 доложила руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Ненецкого округа. 55 пациентов у нас находятся на сегодняшний день в стационаре, то есть у нас динамика по стационару идет, вновь поступают пациенты, выбывают. 49 пациентов у нас находятся в отделении в инфекционном, 6 пациентов находятся в реанимации. Среди тех пациентов, которые у нас находятся на лечении в стационаре, у нас есть пациенты, которые единичные, вакцинированные. Основная масса, конечно, у нас не вакцинированные. У нас 14 пациентов удовлетворительных. Это пациенты, которые госпитализированы, исходя из статуса, то есть невозможность пребывания в домашних условиях, либо те пациенты, которые уже готовятся к выписке. 26 пациентов – это пациенты в средней степени тяжести, 9 – тяжелые и 6 – крайне тяжелые. У 37 пациентов, которые находятся в стационаре, у них диагностировано понимание. Кислородную терапию получают 35 пациентов. К сожалению, растет количество смертельных исходов от коронавируса. По данным портала stopcoronavirus.rf, на 20 октября в регионе зарегистрировано 56 смертей от ковида. Только за последнюю неделю, по информации профильного ведомства, умерло сразу 7 человек. У нас два пациента отказались от лечения. Это возрастные пациенты, возраст старше 80 лет. Они у нас умерли на дому в домашних условиях. Основная масса пациентов – это, конечно, старше 70 лет. У этих всех пациентов есть тяжелая сопутствующая патология, которая является основанием для проведения вакцинации, но пациенты отказались от вакцинации. В основном это заболевания сердечно-сосудистой системы и эндокринологической системы. По-прежнему сложной остается эпидемиологическая ситуация в ряде населенных пунктов округа, три из которых закрыты на карантин по коронавирусу. На подходе к этому ограничительному мероприятию – село с низким уровнем вакцинации жителей. Сейчас у нас остается напряженная ситуация по Великовисочному кусту, по Нижней Пёше, Верхней Пёше и Оксинский куст. В Виске и в Нижней Пёше карантин наложен, Оксина пока у нас без карантина. То есть мы только начали регистрировать у них там случаи. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. Напоминаем, в регионе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим в общественных местах и на транспорте. 19 октября главным санитарным врачом Неницкого автономного округа подписано постановление об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан. Ознакомиться с постановлением можно на официальном портале регионального управления Роспотребнадзора. Такая мера вводится в регионе на фоне тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавируса. Система QR-кодов поможет минимизировать распространение инфекции. Уровень заболеваемости в регионе превышает среднероссийские показатели почти в два раза. В целом у нас по региону рост заболеваемости COVID-19 зарегистрирован во всех возрастных группах. Рост идет у нас числа заболевших сейчас среди работников образования, торговли, общественного питания и другой деятельности, которая связана у нас с обслуживанием населения. В связи с этим, наряду с введением Роспотребнадзора МНАУ обязательной вакцинации против коронавируса определенных категорий граждан по эпидемическим показаниям, в регионе вводятся QR-коды на посещение общественных мест. К ним относятся спортивные и культурные объекты, предприятия досуга и организации общественного питания, салоны красоты, солярии, сауны и иные подобные объекты. С 25 октября для входа в указанные общественные места надо предъявлять QR-код о прохождении вакцинации не более одного года назад или перенесенном заболевании не более шести месяцев назад. Все нормально, все меры не зря, чтобы люди меньше болели. Ну, QR-кодов в любом случае нельзя вводить. Не все люди одобряют ту завакцинацию. У меня метод ввод, поэтому для меня QR-код тоже не совсем хорошо лично для меня. Но все-таки думаю, наверное, QR-коды. Впрочем, заменить QR-код может отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за три дня до предъявления. А вот справка о наличии медицинского отвода не будет являться пропуском для посещения вышеуказанных объектов. Граждане с медотводом могут посещать общественные места, например, при предъявлении QR-кода об отрицательном ПЦР-тестировании. Важно отметить, что на несовершеннолетних данные ограничения не распространяются. Однако в случае, если родитель будет сопровождать ребенка в перечисленной организации, он будет обязан предъявить QR-код. Введение в нашу жизнь QR-кодов – это альтернатива локдауну, когда закрываются все объекты для доступа граждан. При введении локдауна больше всего страдают предприниматели. Отсутствие посетителей приводит к убыткам. QR-коды мы, наверное, будем приветствовать, потому что если стоит угроза полного закрытия, полного локдауна, которые мы пережили в апреле, мае прошлого года, то лучше хоть что-то, чем ничего. Кроме того, в ходе оперативного штаба приняли ряд дополнительных антиковидных ограничений, предложенных Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненинского автономного округа в целях стабилизации эпицитуации. Так, период с 30 октября по 7 ноября объявляется нерабочими днями с сохранением заработной платы. Работникам, прошедшим вакцинацию, будут предоставляться два выходных дня на каждый этап прививки. Работников старше 60 лет, которые не вакцинированы и не переболели коронавирусной инфекцией, на один месяц переведут на удаленный режим работы, либо на самоизоляцию. В общественном транспорте усилят противоэпидемические мероприятия. До 31 декабря 2021 года продлевается запрет на проведение физкультурно-спортивных, туристических, развлекательных, рекламных и иных подобных мероприятий с сочным присутствием граждан. Организации, оказывающие услуги общественного питания и досуга, будут приостанавливать работу с 23 часов до 6 часов утра. Решения штаба будут внесены в постановление губернатора Нинецкого автономного округа о введении режима повышенной готовности и вступят в силу с 25 октября 2021 года. Дорожную тему обсудили на оперативном совещании главы региона с руководителями органов власти Нинецкого автономного округа. Мы в этом году сделали довольно много дорог. Такая масштабная стройка у нас была развернута на Полярные улицы. Сделали часть улицы Ленина и там заканчивается сейчас обустройство тротуаров. И сделали дорогу, довели до нормативного состояния дорогу на Ринмар аэропорт. Пока еще оттачиваются последние штрихи на участке дороги по улице Ленина. Но уже к концу октября все ремонтные работы будут завершены. Реконструкция дорог в округе реализуется в рамках региональных программ национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Что касается ямочного ремонта дорожного покрытия, без которого не обходится ни один год, то в этом плане все объемы уже освоены. Весь ямочный ремонт, то есть все работы, связанные с укладкой асфальтно-бетонного покрытия, не окончены. То есть у нас асфальтно-бетонное покрытие было... Сезон закончили. Да, сезон закончили. Это две, как вы сказали, новые, ну не новые дороги, а, так сказать... Реконструкция существующая. Это полярная Ленина, участки 60 лиц до улицы Ревников. Это ямочный ремонт по улице Юбилейная, то есть в рамках содержания автомобильной дороги. И на федеральной дороге точно так же мы ямочный ремонт в рамках контракта с Упродоприками. И второе, это уже с учетом того, когда она была передана в окружную собственность, также мы заделывали небольшие участки автомобильной дороги. Также в этом году достаточно большой объем ремонтных дорожных работ предстояло выполнить подрядчикам в районе Харьяги. У нас еще сейчас ведется капитальный ремонт дороги Усинской. Там в рамках федерального финансирования 6,5 километров до конца ноября мы должны выполнить. Потом у нас переложены со стороны поселка Харьяга, также на Усинской дороге, 145 железобетонных плит новых и 419 мы переложили. Круглогодично строится автомобильная дорога на Ринмарусинск. В текущем году планируется завершить строительство первого участка автодороги протяженностью более 16 километров. Также продолжится строительство второго и нулевого участка автомобильной дороги с мостом через реку Шапкино. Завершить строительство автодороги планируется в 2023 году. Строительство объекта финансируется исключительно за счет средств федерального бюджета. Наталья Дуркина, Алексей Орлов, Телеканал Север. В Наринмаре прошла очередная сессия собрания депутатов Неницкого автономного округа. В ходе сессии депутаты приняли решение по восьми вопросам повестки дня. В их числе поправки в окружные законы о недропользовании, регулировании лесных отношений и отдельных вопросов организации местного самоуправления, бюджетном процессе и транспортном налоге. Также депутаты рассмотрели проекты постановлений о внесении изменений в положение о счетной палате Неницкого автономного округа и об отзыве на проект федерального закона о публичной власти в субъектах Российской Федерации. Один из вопросов о согласовании реорганизации Неницкой окружной больницы и окружного противотуберкулезного диспансера был снят с повестки дня по просьбе администрации Неницкого автономного округа. В Неницком округе продолжается капитальный ремонт жилых домов. В соответствии с краткосрочным планом реализации региональных программ, было запланировано отремонтировать 16 многоквартирных домов в 2021 году. О ходе выполнения работы расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Первый капитальный ремонт дома номер 9 по улице Россихина проводился еще в 2015 году. Тогда заменили фундамент здания, так как он начал сгнивать. Позже пол в некоторых квартирах первого этажа заметно покосило. Рабочие пришли еще раз и все заменили. Однако некоторые проблемы все же остались. Вот с 2016 года неоднократно мы писали, и лично я писал, и губернатору, и мы собирали полностью список, отправляли прокуратуру, жилищную контору, но в капремонт не обращались. Вот в эти организации обращались. И мы даже, я в этом году, даже когда я ходил в 2019 году, мне сказали пойти в капремонт, это управление, посмотреть, там должен прийти план на строительство. Да, я пошел, оказывается, посмотрел, ознакомился с этим планом. Было приятно, что наш дом поставили на очередь, на ремонт. Однако тогда дом поставили в план капитального ремонта только на 2030 год. Жители были обеспокоены, что здание не выстоит до плановых работ. Тогда вновь решили отправить письмо с просьбой о переносе капитального ремонта. Жители услышали. Стало красивее, стало уютнее. И будем надеяться, что будет, и зимой будет тепло. И нам очень приятно с этого, да. Мы не ожидали, что сделают нам ремонт в этом году. Потому что это пандемия, как говорится, что подкосила нас с 19-го года, как раз в 21-м году сделали. Ну, хорошо сделали. Да, будем надеяться, что в дальнейшем будем жить в теплых квартирах. Ремонтные работы начались в мае. Была отремонтирована крыша и фасад. Утеплено чердачное перекрытие. Заменены системы электроснабжения и газоснабжения. Проведен косметический ремонт в подъездах. Дом уже принят комиссией. Граждане уже довольны. Высказывают свое спасибо за капитальный ремонт. Уже отметили, что дома стало тепло. За ходом капитального ремонта дома номер 28 по улице Нефтяников пристально следили жильцы. Я сам 27 где-то лет в строительстве отработал. Ребята отработали хорошо. Особенно мне понравилось, вот, Леша делал канализацию. То есть, ну, практически, ну, на три часа. Он все подготовил, на три часа отключил. А это весь, сами знаете, жизненный канализации. Ну, а так, зима покажет. А вообще, ну, хорошо отработали. Ремонтные работы начались с замены и утепления фасада, крыши чердачного и цокольного перекрытия, вплоть до замены пола в квартирах первого этажа. Также были заменены системы водоотведения, электроснабжения и газоснабжения. Также необходимо отметить, что облицовка фасада из деревянной вагонки покрыта не обычной краской эмалью, а специальным лессирующим антисептиком, который позволяет защитить древесину на длительное время от гнили, ультрафиолетового излучения и других факторов. На сегодняшний день окончены работы по капитальному ремонту 11 домов. В стадии завершения находятся еще четыре многоквартирных дома в городе и поселке Искателей. Наталья Дуркина, Вадим Стасек, Телеканал Север. Проверка профессионального мастерства. В Подмосковном Королеве с 10 по 15 октября прошел всероссийский конкурс «Мастер года». Представители различных профессий из всех регионов страны выявили лучшего мастера. Кто представлял Ненецкий автономный округ и в какой компетенции, расскажем далее. Что еще раз? Какая мышца? Прямая. Прямая мышца живота. Объяснение темы и контрольные вопросы. Преподаватель естественно научных дисциплин Елизавета Викторовна объясняет будущим учителям физической культуры строение мышц в теле человека. Дальше вот здесь в этой области есть ромбовидные мышцы. 15 лет назад Елизавета Викторовна решила стать преподавателем. С тех пор педагог работает со студентами. За такой немалый период Елизавета Викторовна набрала бесценного опыта, благодаря чему не раз побеждала на разных конкурсах. Ну на самом деле это уже был третий заключительный этап мастер года, потому что изначально участвовала в первом-втором этапе профессионал года 2021 года в номинации как раз мастер года и выиграла вот как раз региональный этап. И все победители регионального этапа, они как раз поехали на заключительный этап в город Королев Московской области представлять свой субъект. Каждому конкурсанту нужно было подготовить программу урока для студентов. За ходом занятия следили компетентные жюри. Я выдавала занятия на студентах специальности преподавания в начальных классах по естествознанию с методикой преподавания. Обязательные условия – это использование какого-то интерактивного оборудования, вот таких современных технологий. И я проводила занятия с использованием цифровых микроскопов как раз при организации практических работ на уроках окружающего мира в начальной школе. В целом, чтобы попасть на всероссийский конкурс, нужно было не просто победить в региональном этапе своего субъекта, но и иметь опыт участия в других конкурсах и чемпионатах. Одно из критериев участия – это, конечно же, участие в чемпионатном движении, WorldSkills Russia, это подготовка ребят, это экспертная деятельность обязательно должна быть для участников. Для преподавателей средних профессиональных учреждений подобный конкурс проводился впервые. Представители 85 субъектов не только показали свои профессиональные навыки, но и набрались нового опыта, который пригодится в будущем. Очень было интересно, познавательно, экскурсии, мастер-класс. Был у нас круглый стол по вопросам воспитательной работы в СПО. Поэтому вот эта неделя, она пролетела очень быстро и интересно. Знание студентов – главный показатель профессионального мастерства. И несмотря на то, что Елизавета Протопопова не вошла в десятку лучших преподавателей, она остается лучшим наставником для своих студентов. Мы учимся у нее с первого курса, сразу же нашли общий язык. Очень хороший преподаватель, очень много знает, очень много дает знаний нам. Добрый, веселый человек, ничего плохого не буду сказать, одни только положительные эмоции. Также студенты отмечают в преподавателя и особенное качество, которое способствует эффективному усваиванию материала. У нее свой метод, подход, даже индивидуальный, каждому ученику, и коллективно. Также, ну, с ней очень легко запоминается информация, пара хорошо преподает. Иногда строгая, ну, это тоже надо. Ученики не особо послушные иногда бывают. Требовательная очень, но это хорошо и нам, и ей. Напомню, Всероссийский конкурс «Мастер года» проводится в рамках мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта образования. Это вся информация к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – сервис заказа «Авто» Автолига.